привет вселенная это сергей ульянов сегодня 19 июля 2022 года 8 часов 8 минут по калифорнийскому времени и день сегодня был просто пиздец но вот другими словами не скажешь и хочется очень вот прям подробности хочется поделиться вот среднестатистически моим днем и рассказать как вообще в принципе живется человеку без айди карты вы все помните прекрасно что явно найди карту подался 20 если не ошибаюсь можем вот прям у меня есть файлик везде календарь значит чё я когда я подался 23 июня почти месяц назад подался на айди карту и ну как зайчик спокойно ждал вот везде где меня спрашивали айди карту везде показывал эту бумажку из dmv вы ее прекрасно помните если не помните давайте он не хочу не хочу залазить эти документы целый день у них лазил короче просто бумажка из из dmv о том что карту айди карту начали изготавливать и скоро она придет я старался везде то есть я с этой бумажкой получил даже ссм с этой бумажкой я ну в общем открыл банковскую карту до открыл кредитную карту секьюрным пока что да и ну в общем не было никаких значимых каких преград пока у меня не появился ссм number и я думаю вот у меня появился ссм number сейчас я буду регистрировать карты все там при полоску и сделаю карту себе закажу венма себе карту закажу эта система переводов между банками в америке значит закажу себе еще там apple 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 карт я не знаю в курсе вы я был раньше не в курсе что в америке есть apple apple карт ну то есть ты можешь оплачивать там ну в общем все приложения там подписки там даже перекидывать деньги на друг 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 другу по смс можешь через вот эту самую айди apple карту и значит думал что сейчас все план открываю а она начинает когда ты начинаешь подавать заявку думаю вот у меня есть ссм number что еще вам нужно для что же вам еще нужно ребята начал значит получил это ссм number начал судорожно заходить во все эти приложения paypal там venmo там да не помню взяли по моему тоже то можно карту заказать в общем и везде начинаю вводить этот ссм number они мне говорят а пожалуйста сфоткайте нам identity свою это подтвердите сфоткайте нам свою айди карту я такой думаю и вот и я получается получал ссм number чтобы у меня теперь после этого везде просили айди карту что ну то есть они друг без друга никак не взаимодействовать оказалось что нет вот на прошлой неделе я впервые в америке проходил мимо бара и оттуда классно какая-то живая музыка доносилась этому при зайду я в этот пар послушаю эту живую музыку еще стоял думал эти нити и тяните захожу точнее подхожу ко входу а мне охранник говорит показывайте ваш айди я говорю вот у меня бумажки и здесь я вам не показывает на стену там прям крупным написано шрифтом но айди фото с ноу dmv пэперс ну то есть короче только предоставляйте пожалуйста оригинал айди никаких не фотографий не вот не вот каких не бумажек и земли я думаю вот это да в бар попасть просто так нельзя без айди я бы я был ну тот или шок ты если честно учитывая что с этими картами но с такими бумажками люди на машине ездят ну то есть если их останавливают там условные там полицейские они могут эти карты эту бумажку показать что они вот ожидают свой айди в бар тебе не пускают ну короче ну как бы я думаю но ничего страшного сейчас мне придет мой айди все все будет прекрасно и значит на этих выходных я встречаюсь со своим спонсором которые получают почту для меня до на свой почтовый адрес и он значит дает мне письма он пекинг я сделал в прошлом выпуске значит и он мне отдает мне мой значит бумажку из dmv о том что они говорят нам недостаточно ваших документов пожалуйста предоставьте нам оригинал паспорта визу и форму айден с 4 я думаю а где вам визу возьму откуда у меня виза ну как бы у меня форма айден с 4 какая виза может быть вообще что это такое в общем я в расстроенных чувствах я уже думаю я даже ssn number получил а айди все никак не не получу думаю что это за такая за ерунда думаю ну хорошо поеду я в понедельник значит в dmv поеду кто к той женщине которая как-то вот благослово посмотрела на меня добрыми глазами и помогла оформить эту заявку одна единственная думаю пускай она это поможет не второй раз думаю попробую я нажала сдавить второй раз вот перед этим думаю по дороге у меня по дороге есть bank of america вообще вот если знаете что для того чтобы начался твой кредитный скорбь нужно в банк предоставить свой ssn number и и я думаю ну заеду я по дороге в банк внесу в свой профайл свой ssn number заезжая в банк а там какой-то менеджер какой-то смотрит на меня говорит дайте пожалуйста вашу карту и айди карту я ему карту банковскую даю вместо айди карта даю ему бумажки из dmv о том что карта мне отправляется по почте он мне говорит а как вы вообще с этой карт с этими с этими бумажками открыли у нас банковский счет я думаю ха-ха я думаю я то открыл он говорит мы без без айди мы вас нет они я с вами работать не буду критико получите айди придете добавить и свой ssn number ваш профайл я думаю что это вообще что это такое вообще я уже клиент этого банка у них уже есть все мои данные я им даю ssn number на котором написано мое имя и фамилия и и они при этом говорят мне мог придется с айди ну короче я понимаю что ну ну то есть вот эта жизнь без айди ты даже в банк в котором у тебя уже открыт счет к другому менеджеру подойти просто так без не можешь без айди значит еду я в dmv сегодня в dmv была такая очередь я такой очереди еще не видел никогда я два часа сидел в очереди потом попал в окошко к женщине которая не хотела ничего слушать про мои документы сказала мы их не принимаем у вас я говорю пожалуйста можно меня вот в то окошко где сидит вот эта женщина которая мне в прошлый раз помогла в этот раз эта женщина была холодно ко мне вот не то чтобы не знаю может быть у меня была такая мысль это из-за того что я сообщил адрес этого dmv сейчас все русскоговорящие люди поехали туда открывать свой айди и заколебали ее и и поэтому может быть она уже ко мне холодно было а может быть просто ну в общем она так посмотрела на эти бумажки она сказала у меня сейчас очередь два человека я еще два человека подождал наверно минут тридцать пока у нее были очередь и когда к не подошел она просто посмотрела мой листочек вот этот из к которым не пришел по почте говорит но тут же написан факс вот туда все документы отправлять то есть и все ну то есть грит вот здесь телефон можете туда позвонить вам все скажут я думаю ну все приплыли вот короче я по факсу отправил эти документы которые у меня попросили второй раз дозвонил 7 долго дозванивался в общем они мне сказали что мои документы рассмотрят и и при положительном решении вышлют айди вот вот такая вот история история на этом не заканчивается я после после этого поехал в другой банк где открывал свой собственный счет вот у поехал к той девушке клиентского менеджера я сегодня увидел что она беременна значит скоро она уже обслуживать меня не будет вот она меня встретила также с улыбками все классно добавила мне сразу же мой ссн намбер только мне для этого нужно было полчаса к ней ехать добавила мой ссн намбер в мой профайл вообще никаких вопросов и когда я добавил свой ссн намбер в банке я думаю что же я тупанул и когда был в земле не добавил в диме свой ссн намбер я поехал обратно в этот диме еще раз простоял очередь час и добавил там тоже свой ссн намбер вот сначала мне казалось что день просто был прожит зря вот но потом я позвонил в свою medical insurance и узнал что мне апрулили мою медицинскую страховку я месяц этого ждал специально не записывал об этом видео и и сейчас вот мне придут вот эти карточки все и как только они придут я все вам расскажу все вам расскажу но для меня это просто праздник сегодня это моя личная победа я месяц добивался чтобы мне открыли медицинскую страховку то есть мне ее открыли но она была у меня emergency emergency это значит что если только там ты попал в больницу то есть тебя таким образом будут лечить бесплатно пойти просто к своему врачу там проверить вот мне нужно проверить нос мы моим мой полипозный синусит и так далее там выписать мне нужно мать против герпеса нужно в общем есть вопросы у меня у меня достаточно много хронических заболеваний и вот кстати герпес впервые за последних сколько когда же у меня по старый последний раз выпадал в украине что ли у меня был герпес нет в турции я вспомнил в в марте по моему у меня был герпес вот сейчас июнь в общем самые сложные периоды в моей жизни детеншн бордер как-то меня обошло стороной вот сейчас когда я уже плюс-минус начало расслабляться организм даже расслабился я скушал таблетки из детеншна которые мне дали от герпеса они против помогли практически сразу зажил еще как бы осталось осталось пятно но это не не прям не критичная ситуация в общем поэтому уже надо проверять свое здоровье последний раз у врача балу в январе то есть полгода назад сейчас уже вообще-то конец июля то есть надо вообще сходить провериться проверить свое здоровье и и поэтому я очень сильно рад про видео про на страховку запишу вот сейчас уже восемь вечера мы мы мой день начался в восемь в шесть утра сейчас уже восемь и это все беспрерывная получается сколько семи до восьми до десяти до одиннадцать двенадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать девятенадцать восемь вот сколько тринадцать часов у меня рабочий день сейчас будем продолжать рабочий день дома вот но прорезут про результаты расскажу вам обязательно отдельно спасибо что мы друг у друга есть подписывайтесь на мой канал ставьте лайк если вам понравилось это видео взять на все расскажу еще задавать какие-то вопросы мои соцсети в в подписи если кому-то хочет если кто-то хочет мне помочь пока безработному но очень предприимчивому парню который получает беженство в давлю прыщи прям в камере что-то еще со мной происходит это сейчас получает беженство буду вот буду вам благодарен еда просто так с неба не сыпется спасибо что были вместе это был сергей ульянов пока пока обнимаем до завтра вообще-то